приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш президент сша джо байден заявил премьер-министру израилю бениамину нетаньяху телефонном разговоре в четверг что вашингтон не сможет продолжать поддерживать еврейское государство если она не сменит курс действия в секторе газа об этом сообщил портал axios со ссылкой на три источника знакомых содержанием разговора по их словам состоявшийся разговор стал самым жестким как по тону так и по содержанию 7 октября 2023 года при этом источники сообщили что байден не уточнил что именно повлечет за собой утрата американской поддержки и прекратить и вашингтон поставки вооружения израилю собеседники издания сообщили что президент сша заявил израильскому премьеру о необходимости прекращения огня в газе на фоне удара цехал по работникам организации world center kitchen чтобы обеспечить доставку ван клав гуманитарной помощи по словам высокопоставленного израильского чиновника байден своем требовании не увязывал прекращение огня с освобождением заложников как раньше что удивило не таньяху американский чиновник с которым пообщался портал отметил что позиция сша по этому вопросу осталась неизменной наша позиция остается таковой что сделка по освобождению заложников должна включать прекращение огня это должно произойти немедленно поэтому президент призвал премьер-министра позволит своим переговорщикам заключить соглашение без промедлений сказал он как заявил 4 апреля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совете национальной безопасности белого дома джон кирби байден дал понять в телефонном разговоре с не таньяху что в случае отсутствия изменений в ситуации в секторе газа ему придется пересмотреть свою политику по конфликту на ближнем востоке как отмечается в заявлении американский лидер подчеркнул что израилю необходимо предоставить и реализовать конкретные шаги с тем чтобы предотвратить ущерб мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций при службе белого дома подчеркнули что политика сша в отношении сектора газа будет определяться оценками американской администрации немедленных действий израиля на этом направлении а тем временем при праздновании католической пасхи в ватикане произошел грозный инцидент который вызвал недоумение у многих во время мессы на площади святого петра священная икона иисуса христа воскресения неожиданно упала на землю папа римский не подал виду что заметил произошедшее не изменил своего выражения лица и не принял никаких мер только после того как служители ватикана быстро подняли икону общественные реакции начали появляться упавшая икона вызывает широкое обсуждение среди прихожан заставив многих задуматься о значении этого происшествия слухи и теории о том что это событие может быть зловещим знаком или предзнаменованием начали распространяться быстрее чем можно было бы ожидать некоторые люди утверждали что это предвестие какой-то беды другие же видели в упавшей иконе символический смысл который несет в себе глубокое послание для верующих история упавшей иконе прошла через все уголки сми привлекая внимание как верующих так и неверующих разговоры о происшествии не утихали и каждый в своей интерпретации видео что то свое что вызывало как удивление так и тревогу недавние происшествия также случившиеся в резиденции папы римского до сих пор вызывают волну интересы и недоумения возможно это неспроста что подобные события все чаще происходят вокруг главы католической церкви вспоминается случае 2013 года когда молния ударила большой крест на соборе святого петра в тот день когда предшественник бенедикта 16 отрекся от папского престола однако неприятные происшествия в окрестностях резиденции понтифика не ограничиваются только молниями 2014 году пара голубей выпущенных папы во время молитвы за мир атаковали чайка и ворона внезапно нарушившие миролюбивую атмосферу сми начали активно обсуждать подобные недобрые знаки и искать связи между ними и самим понтификом оказывается нынешний папа вызывает интерес как личность крайне либеральная в своих взглядах и действиях это вызывает волну спекуляции размышления о том какие послания могут нести эти загадочные инциденты для этого духовного лидера это необычный год для католической церкви которым происходят события вызывающие разногласия обсуждения в рамках этой темы хочется отметить не только активные попытки некоторых деятелей религиозного сообщества изменить традиционные установки церкви но и недавнюю историю связанную с президентом сша дело в том что именно в день католической пасхи в этом году джо байден объявил день трансгендеров что вызвало недовольство у католического духовенства многие клирики сохраняют преданность догматом и канонам христианства выражая крайне негодование по поводу попыток изменить традиции церкви пересмотреть понятие греха эти спорные инициативы нацелены на смену устоявшихся взглядов вызывают серьезное обсуждение и разногласия внутри католического общества важно учитывать что такие изменения могут иметь долгосрочные последствия для религиозной идентичности верующих но по-настоящему крупный скандал разразился в россии и связан он с олимпиадой не разразиться это буря просто не могла сейчас обо всем расскажем а пока тюменского илона маска раскусили авторитет из forbes тюмен маск он же вадим боков слил forbes где делает детальки своим навороченным гаджетом дайсон и samsung производят там же но продают в россии по цене выше зарплаты а на маркетплейсах половина из них подделки тюмен маск продает прямо со своего сайта кейс гуру в оригинале и без накруток черного рынка кому неохота убираться дома руками для таких тюменец создал роботов-пылесосов тюменский пылесос обошел знаменитый дайсон во время реального теста он убирает ковер за один проход когда дайсон за два так почему же дайсон в шесть раз дороже тюменец вот мировой уровень а кто не хочет мыть окна сам и боится выпасть тому нужен робот стеклолаз стеклолаз помоет окна зеркала плитку дома без вас не оставляет разводов отбивает затраты на химию за год робот вездеход из тюмени преодолевает препятствия до двух сантиметров говорит на родном русском языке подключается к алисе пока китайские роботы застревают в носке у вездехода много датчиков читает пространство в реальном времени не зажевывает провода и мелкие предметы сканируйте qr-код на экране или переходите по ссылке в описании промокод на скидку на экране топ-сервис обслуживают даже после гарантийного срока глава всероссийской федерации художественной гимнастики ирина винер в беседе с риа новости сообщила о необходимости проведения совета который примет решение о не участии российских спортсменов в летних олимпийских играх в париже нам говорят что мы узнаем своих когда они будут стоять на предистале в полосатой форме а вы забыли как был ринг за колючей проволокой забыли мать жизни когда нашим сказали что их расстреляют если они выиграют мы попираем всю нашу историю и наше настоящее я всегда говорила что спорт это война только с мирным исходом там идет конкуренция не на жизнь а насмерть люди выходят поломанные и выигрывают а сейчас за что бороться куда зачем почему рыба гниет с головы очистит ее с хвоста должен пройти тренерский совет должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение сказала в венера международный олимпийский комитет допустил россиян на игры которые пройдут в париже с 26 июля по 11 августа в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев для нейтральных атлетов утверждены специальные флаги и гимн россияне допустят к участию параде атлетов на церемонии открытия их награды не будут отражаться в медальной таблице из-за ограничений по участию в квалифицированных соревнованиях отобраться на игры смогут максимум 55 российских спортсменов президент россии владимир путин ранее заявил что международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта в россии же месяц за месяцем все больше оборота набирает работа отечественного пока госкорпорация rostech поставила минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения сообщили в пресс-службе холдинга высокоточные комплексы урган мажь завод поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения бмп-3 в рамках исполнение государственного оборонного заказа говорится в релизе как сообщил в интервью риа новости заместитель исполнительного директора по гоз и втс курган марж завод роман хромов изучение трофейной американской боевой машины пехоты брэдли показала что она полностью уступает бмп-3 по его словам российская техника за счет мощного орудия уничтожать боевые машины пехоты и бтр с одного выстрела бмп-3 разработанной серийно выпускается курган маш заводом она предназначена как для общевойскового боя так и для выполнения специальных задач боевая машина имеет мощный комплекс вооружения том числе 100 миллиметровое орудие пусковую установку оснащенную автоматизированной системы управления огнем бмп-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час на воде до девяти с половиной километров в час полная боевая масса машины без дополнительной защиты 19 тонн российская боевая машина пехоты третьего поколения одна из самых защищенных в мире и прекрасно показала себя об этом и других преимуществах бмп-3 рассказал военный эксперт алексей суконкин бмп-3 хороша тем что у нее комплекс вооружения включая две пушки 1 100 миллиметровая которая может стрелять противотанковая ракета аркан модификации 9 м 117 2 30 миллиметровая автоматическая способность стрелять очередями плюс к этому есть еще три пулемета всего на машине сидят 9 человек то есть экипаж 3 человека и 6 человек десанта машина может плавать транспортироваться по воздуху теперь же она получила дополнительный комплект бронирования и сейчас можно говорить что это одна из самых защищенных боевых машин пехоты в мире если сравнивать ее например с американской бмп брэдли британская варьер немецкой мардар и другими объяснил эксперт а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежал фарша